Девушки отдыхают Девушки отдыхают Не пропустил встречную машину, за что тут же и поплатился. Серьезная авария произошла сегодня утром на пересечении улиц Копылова-Побежимова в Казани. Дорожно-транспортные происшествия на этом участке дороги происходят весьма часто. И, как правило, по одной и той же причине. Какое, расскажет Айрат Назипов. Давайте не будем с ними снимать. Рассказывать свою версию произошедшего водитель Део Джентра не пожелал. Настроение было не из лучших. А все потому, что с высокой вероятностью виновным в этой аварии могут признать именно его. По предварительным данным, мужчина не уступил дорогу автомобилю из встречного потока. У него зеленый, но он же должен уступить, потому что он налево поворачивает. А я по Копылову ехала в прямом направлении. Аварии на этом перекрестке происходят весьма регулярно. Как правило, водителям, поворачивающим налево с улицы Копылова на Побежимова, закрывает обзор встречный ряд машин, ожидающих дополнительной стрелки светофора. Если когда я еду в прямом направлении, левая полоса, она поворачивает налево. И стрелка, она недолго горит. Машины притормаживать начинают уже, потому что она мигает. И, видимо, те, кто поворачивает налево по встречному движению, они думают, что им уступает дорога, и можно поворачивать. Ну, вот у меня только такое предположение, почему он выскочил. От удара об автомобиле получили серьезные повреждения и не смогли покинуть с места происшествия своим ходом. Несмотря на тот факт, что в ДТП никто не пострадал, водитель Део Ланусу есть над чем поговоревать. За свои 16 лет до этого момента машина ни разу не попадала в ДТП. Айрат Назип, Фаза Цемигулин, Вызов 112. Еще одна авария произошла сегодня утром на пересечении улиц Миховщиков и Татарстан. Троллейбус столкнулся с Тойотой Аурис. По предварительным данным, ДТП произошло в момент, когда водитель легковушки поворачивала с улицы Миховщиков на Татарстан, где в это время проезжал общественный транспорт. От удара иномарку отбросила на тротуар. На место прибыла и карета скорой помощи, однако от госпитализации участники аварии отказались. Четыре человека пострадали в аварии в Зеленодольском районе Татарстана. На 17-м километре трассы Казань-Яшкарала столкнулись с Хиндай и Ладой 14-й модели. В результате аварии водители два пассажира оказались зажаты в разбитом автомобиле. Самостоятельно покинуть искореженную машину они не могли. Им пришлось ждать помощи спасателей. Прибывшие на место пожарные отключили аккумуляторы искореженных автомобилей и помогли выбраться пострадавшим, срезав крышу. Водители обеих автомобилей и два пассажира были госпитализированы. Два человека, муж и жена, погибли в аварии в Сармановском районе Татарстана. На 31-м километре трассы Джалиль-Сарманова столкнулись Лада Калина и грузовой автомобиль Mercedes Actros. Сразу после удара фура опрокинулась набок. В результате аварии супружеская пара из набережных Челнов, 60-летний водитель и 56-летняя пассажирка Лада Калины получили тяжелые травмы и скончались на месте. 27-летний водитель фуры из тела Карошай-Соклова Сармановского района в аварии не пострадал. Пожарные спасатели при помощи гидравлического инструмента разрезали искороженный автомобиль и достали тела погибших. Умер на глазах у полицейских и медиков. МВД Татарстана проводит служебную проверку по факту смерти 30-летнего мужчины. Трагедия разыгралась сегодня ранним утром возле Казанской городской клинической больницы номер 5. По предварительной версии мужчину в медицинское учреждение доставили из дома, но он начал вести себя буйно и неадекватно. И в половине шестого утра врачи вызвали полицию. Увидев стражи порядка, мужчина продолжил дебоширить. Тогда его посадили в патрульный автомобиль. Во время оформления документов ему стало плохо и он скончался в присутствии медиков и сотрудников полиции. По результатам проводимой проверки будет принято процессуальное решение. Еще одна служебная проверка в отношении полицейских будет проведена и по факту смерти 27-летнего задержанного. Напомним, полицейские за хулиганство задержали троих мужчин, которые вели себя агрессивно и оказывали сопротивление при задержании. За несколько минут до задержания их на видео сняли очевидцы. Задержанных решили привезти в отдел полиции Горки для составления административного протокола. Во время движения на развязке после танкового кольца один из задержанных выбил ногами дверь и выпал из патрульного автомобиля. В результате падения мужчина получил травму головы и скончался на месте происшествия. В Татарстане выясняются обстоятельства гибели рабочего. Трагедия произошла утром в городе Арске при строительстве школы на улице 40 лет Победы. 20-летний рабочий получил многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, когда проводил работы по очистке бетономешалки. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности приведения строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». В ходе предварительных данных установлено, что молодой человек решил почистить миксер и залез внутрь. В какой-то момент устройство стало работать и мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Пожар произошел сегодня в квартире пятиэтажного жилого дома по улице Декабристов. Как рассказали хозяева, на момент возгорания в помещении находилась пожилая женщина. За пару минут до пожара в дверь постучал незнакомец, представившийся сотрудником Горгаза. Он убедил женщину в необходимости проведения ремонтных работ и прошел на кухню. Во время работы мужчина провернул вентиль, после чего началась утечка газа. В считанные мгновения в помещении вспыхнул пожар. Его удалось локализовать усилиями огнеборцев через 20 минут после вызова. Все, что находилось на кухне, полностью сгорело. По версии жильцов, мужчина, делавший ремонтные работы, получил ожоги рук. После оказанной медиками помощи, как заверили владельцы квартиры, он скрылся с места происшествия. Ну да, я понятен. В связи с этим, во время совершения правонарушений, он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В связи с чем, уголовное дело направлено в Лаишевский районный суд Татарстана для применения принудительной меры медицинского характера. К чему приводит жадность? Почему не стоит провоцировать овец? И для чего ходят некоторые родители на выпускные вечера своих детей? Ответы на эти вопросы вы узнаете в рубрике «Сплошные проколы». Едва не пострадал от собственной жадности. Неудачную попытку кражи зафиксировала камера, прикрепленная к багажнику легкового автомобиля в Британии. Молодой человек так хотел разжиться вторым велосипедом, что был готов буквально на всем. Даже броситься в погоню за машины на глазах у всех. Ради этого ему пришлось пожертвовать и своей двухколесной техникой. Однако своей цели он так и не достиг. Более того, за попытку кражи молодого человека объявили в розыск. Мазулила глаза, пускала когти и всячески провоцировала овец. Эта любопытная кошка стала объектом внимания нескольких животных. Однако попытка знакомства с парнокопытными не задалась. При каждом близком контакте с домашним питомцем Местные обитатели то и дело получали неприятные удары. В какой-то момент одной из овец это надоело и она решила действовать. Ни одно животное не пострадало. Этот день они запомнят навсегда. Новоиспеченные выпускники вместо того, чтобы кортиться собой, в этот вечер стыдились своих родителей. Мама и папа так хотели получить удобное место в зале Баптистской церкви, что устроили настоящие кулачные бои. Участники потасовки настолько увлеклись дракой, что устроили настоящие побоище. Многие из них даже забыли, зачем пришли на праздник детей. Утихомирить самых агрессивных пришлось уже сотрудникам полиции. Лисан Сабирова, Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлеева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова